Ассаламу алейкум Аким в эфире новости на Первом Карагандинском студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. Аким города осмотрел карагандинские дороги. Виновник ДТП под Астаной скрылся с места происшествия и срочно лег в больницу под чужим именем. Вандалы сквернили несколько безымянных могил на одном из клубич Тимиртау. Аким осмотрел карагандинские дороги. Накануне градоначальник Бауржан Авдишев провел плановый объезд по отремонтированным дорогам в шахтерской столице. В этом году средним ремонтом охвачена 31 дорога, на что выделено более миллиарда тенге. В этом году дороги ремонтируют с учетом обращений граждан на блог Акима и публикации в СМИ. Многие трассы не ремонтировались десятки лет. Особенно это касается периферийных улиц. Средним ремонтом будет охвачена 31 городская улица. Из них 14 дорог в районе имени Казбекби и 17 в Октябрьском. На эти цели было выделено более миллиарда тенге. Уже завершены работы на автодороге по 35 маршруту. Данный участок градоначальник осмотрел в первую очередь. Автодорога значительно разгрузит трассу в город Майкудук. Дорожное полотно уложено по новым технологиям. Отныне снежные заносы и обледенения этой трассе не грозят. Кроме того, по поручению Акима города, данную автодорогу планируется полностью осветить. У нас сегодня из 31 дороги, которая планировалась, 21 дорога уже завершена. Оставшиеся на 10 дорогах, на 7 идут работы по плану. На 3-3 дороги еще мы в ближайшее время приступим. Кроме этого, все эти дороги, которые мы по среднему ремонту охвативаем, мы в комплексе рассматриваем вопросы освещения, чтобы эти дороги максимально были освещены. А это улица Сеченова-Сатпаева. Ранее жалобы со стороны автолюбителей, ставящих свой транспорт в гаражи, не кончались. Сейчас же глаз радует свежий асфальт. На юго-восточной части города тщательному осмотру Балжана Авдишева подверглась автостанция. На это дорожное покрытие было выделено более 9 миллионов тенье. Чуть позже здесь нанесут разметку, и место, где каждый день проезжают тысячи автомашин, предстанет в новом свете. А это уже участок дороги по улице Гопеева до Спасского шоссе. Здесь эффект отремонтированной дороги в первую очередь ощутят пассажиры общественного транспорта, проходящего по данному маршруту. А вот этот маленький участок дороги был восстановлен по многочисленным просьбам жителей улицы Гопеева. Дорогу от улицы Приканальная до Волочаевской помнят разбитые многие карагандинцы. Ухабы, ямы и рыдвины теперь в далеком прошлом. 16 миллионов тенге было выделено на новый асфальт на этом участке. Множество жалоб от горожан на блок Акима поступали и на разбитый участок дороги по улице Методическая в Пришахтинске. Ремонт этой трассы не касался десятки лет. Преодолеть путь от улицы Луначарского до Сурикова возителям было нелегко. Однако об этом автолюбителям теперь можно забыть. В целом работы по благоустройству автодорог идут по графику. Ремонтные работы планируется завершить в октябре. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Виновник ДТП под Останой скрылся с места происшествия и срочно лег в больницу под чужим именем. Но от правосудия ему уйти не удалось. Ранее дело по статье 296 части 3, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, было возбуждено по факту ДТП. Теперь оно возбуждено в отношении водителя, сообщил агентство Интерфакс Казахстан начальник областного департамента внутренних дел Ахан Кашкенов. По его словам, водителя грузовика сначала посчитали мертвым из-за того, что его документы оказались возле одного из погибших. Однако выяснилось, что он сразу после столкновения скрылся с места аварии. На попутных машинах добрался до Астаны и под чужой фамилией обратился за помощью в больницу с разрывом печени и селезенки, рассказал Кашкенов. Позднее водителя опознали. В настоящий момент он находится в больничной палате под охраной полиции. В минувшем воскресенье вечером в 30 километрах от Астаны в результате столкновения грузовика, пассажирского автобуса и легкового автомобиля погибли 16 человек. Из них 22 пострадавших. К семи годам лишения свободы приговорили девятиклассника за изнасилование пятилетнего мальчика в Саране, сообщает Новости Казахстан. Со ссылкой на пресс-службу специализированного суда по уголовным делам Карагандинской области. В пресс-службе суда рассказали, что в мае текущего года девятиклассник встретил пятилетнего мальчика, гулявшего с собакой во дворе своего дома. Под предлогом того, что он даст ему косточки для собаки, подросток заманил ребенка к себе домой, где, прибегнув к физическому насилию, совершил с ним половой акт. О преступлении стало известно, когда бабушка ребенка раздевала его перед сном и обнаружила следы насилия. В суде он полностью признал свою вину, пояснив, что сам не знает, зачем это сделал. Было отмечено, что школьник не страдает психическими расстройствами, его успеваемость в школе на достаточно высоком уровне. Суд приговорил насильника к семи годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Вандалы осквернили несколько безымянных могил на одном из кладбищ Тимиртао. На сегодняшний день сотрудники полиции пока не могут установить личности злоумышленников. На двух надгробных плитах неизвестные написали Сталин и Цезарь. Еще на одной могиле прикрепили знак от автомобиля «Мерседес». Кроме того, злоумышленники оставили на захоронениях подпись «ТОО братья по разуму». Полиция пока не установила личности вандалов. В ночное время это кладбище не охраняется из-за отсутствия желающих здесь работать. А директор ритуального агентства Екатерина Иштванник в свою очередь говорит, что именно тут убили уже охранника. Он недалеко жил от кладбища. Руководство купило ему велосипед. На нем он добирался до своей работы. Вот уже три года этого человека ищут и безрезультатно. Теперь директор даже и не знает, кто придет сюда устраиваться. Оружие держать в руках они просто не имеют права, говорит возмущенный Екатерина Иштванник. Это не первый случай вандализма на погостах Тимиртау, после которого осталась подпись неких «братьев по разуму». Месяц назад предположительно эти же злоумышленники разукрасили памятник болгарскому коммунисту Георгию Димитрову. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой Allugal. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Мы продолжаем. Наши корреспонденты не раз выходили в рейды по проверке регулярного вывоза мусора и чистоты на автобусных остановках. И вот еще один рейд совместно с представителями городских санэпидемстанций, участковыми инспекторами Казахстанского общества по защите прав потребителей. Наше внимание привлек поселок Кирзавод-4. Конечная остановка седьмого автобусного маршрута. Как и на других конечных остановках, здесь нет никаких признаков цивилизации. Зато людям с нежным обонянием приходится довольно тяжело. Помимо куч мусора за близлежащими кустиками, свою нужду вынуждены справлять и пассажиры, и водители. Другого выхода нет. Согласно указу президента постановления правительства о наведении санитарного порядка в республике Казахстан, также в областях, городах, районах и во всех сельских местностях. Сегодня мы собрались по вопросу тому, что на протяжении ряда лет на Кирзаводе 3-4 буквальным образом не вывозится мусор бытовой, и буквальным образом захламляется поселок. И сейчас мы это видим по факту. Мы сейчас стоим, такие запахи идут отсюда, вынуждены опорожняться за автобусом или же в кустиках вот в этих. Поэтому мы считаем, что санитарные нормы нарушены полностью и ущемляют права потребителей, потому что это грязь, это все видеть и находиться в этом, это вообще преступление. Вообще-то благоустройством должны заниматься услугодатель коммунального государственного предприятия «Благоустройство» и ПК «Арман». Ну, о благоустройстве говорить пока вообще не приходится. Хотя, как говорят, уборки территории иногда проводятся. Здесь обслуживается КГП, благоустройство САК-96, они убирают территорию вокруг остановки. Буквально недавно они убирались, теперь мы просто-напросто будем это еще раз, чтобы они эту остановку благоустроили. В том плане, убирали от мусора, поставили урны. Вот эти вопросы будем решать. Пока же вопросы решаются силовыми методами, согласно административным и уголовным кодексами Республики Казахстан. Мы здесь являемся новыми участковыми. До нас, которые участковые работали, они перевелись в другие области. То, что хочу сказать по данному сбору, по сегодняшнему, хочу сказать, что с нашей стороны работы проводятся. По фактам выброса мусора в неустановленных местах ведутся работы по статье 387 Кодекса Республики Казахстан-Убад административных правонарушений. За последние три месяца было составлено 18 протоколов. Ими предупреждение половина, половина оштрафовали. Участковые выловили в кустиках гражданина Ткаченко и за мелкое хулиганство посадили его на 10 суток. Проблематично, что подобные меры смогут изменить физиологию человеческого организма. Если прижмет, а бежать некуда, то и полиция не остановит. Здесь нужно поставить туалет, потому что приезжаешь на конечную, и у нас времени нету, ходить некуда. Приходится ходить или на стекляшке, там платный туалет, или в 30-м микрорайоне тоже платный туалет. А на Кирзаводе туалета нету. Нужно что-то делать с этим. Да в любом современном мегаполисе устанавливаются биотуалеты. Чисто и просто в эксплуатации. В поселке Кирзавод-4 существует и серьезная проблема с вывозом мусора. Некоторые жители, огородившие заборами, просто выносят его за пределы личной территории и выбрасывают опять же в кусты. Но почему нельзя сделать свой поселок цветущим оазисом, приятным для глаз и для обоняния? Сложно, ведь он находится на окраине города. Даже услугодатели, которые занимаются вывозкой мусора, не хотят заключать жителями поселка договор. Очень уж это хлопотное и затратное дело. Поэтому и растет мусорный террикон, отравляя воздух гарью и запахом нечистот. Жители нанимают технику для вывоза мусора. Но это разовые акции, а необходимо регулярно заниматься этим вопросом. Мы поднимаем вопрос, что у нас в Караганде, вообще в городах Карагандинской области, районных центрах и так далее, отсутствуют стационарные туалеты, биотуалеты. Если любой гражданин обратится к нам, мы сможем это доказать и все-таки защитить его здесь. Это он вынужден. И нам нужно сегодня властным структурам подумать об этом и срочно установить биотуалеты и стационарные туалеты. То есть штрафовать их нельзя? Нет, они обязаны штрафовать, ну смотря в каких случаях. Жители поселка Киозавод давно чувствуют себя заброшенными. Уже сколько лет здесь нет уличного освещения, дорога без разметок, нет приличных съездов с трассы. А это все наша родная Караганда. Сергей Высокосов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас 25 августа в 18 часов 30 минут на концертную программу с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады, посвященную Дню Шахтера, которая пройдет на стадионе «Шахтер». Вход бесплатный. Также 26 августа с 16 до 18 часов пройдет финальный этап песни о Караганде «Тебе, пою, Караганда». Который состоится в ДК Горняков. Затем в 19 часов на площади независимости состоится ретро-концерт. Молодые годы Караганды. По окончании мероприятия будет дан праздничный салют. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересные информации, вы хотите и поделиться, телефон нашей редакции остается прежним в 42-06-49. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!